Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok В общем, и погода хорошая сегодня, насчет прошла сейчас, самое неприятное, но прошла сейчас мимо дома, где выпрыгнула эта женщина, и был пожарный. Картина не из приятных, все черное вообще, наверху даже окна не помыли люди. Какая информация у меня есть, что владею, расскажу сейчас вам. Эта женщина сама проживает в Германии, турчанка, 38 лет. Приехала, представляете, на пару дней в Мерсин, одна из родственников, наверное, семья ее там тоже, мне кажется, так, что здесь она жила одна. Она хотела уезжать, говорит, утром, говорит, разговаривала с КПДЖ, с охранником, и вот так все произошло, непонятно, как, горе такое. Но причина, говорят, что вроде бы утечка газа, там новые дома, я не поняла, что Муашка на турецком не объяснял, объяснял, ничего не поняла. Вроде бы утечка газа у нее происходила, и вообще в этом доме, это дом новый, везде есть газ, но она, говорит, пользовалась баллоном, что ли. И там вроде бы, где соединялась эта газовая плитка, там происходила утечка. Ну, я не пойму. Говорят, что она спала днем. Ну, а как само по себе, если бы она спала, без пышки там могло произойти этот взрыв, непонятно как. Ну, вот спала вроде бы, по инерции выбежала, обожглась, выбежала на балкон, видно, у нее ожоговый шок был. Когда шок, человек не соображает, куда бежить, и выскочила в этот, видно, огонь, пламя. Ее обжигали, это жара, и она вот, не знаю, что у нее было в голове, но очень печальная история. Висела она на перилах, и, конечно, не выдержала, упала вниз. А пожарные этим временем стучали в двери, и не могли никак взломать дверь. Дверь настолько была качественная, что пожар быстро потушили, я могу вам сказать, изнутри. Но дверь не могли разломать, она такая была крепкая, поэтому не могли попасть долго в квартиру. Я думаю, может быть, она не Саша. Но вот то, что презента не было, об этом ничего не говорят, но после того, как ее увезла скорая, уже она, естественно, погибла, но увезла скорая в больницу, соседи, ребята начали драться здесь с пожарными. Да, начали драться с ними, и завели дело в суде. Очень серьезное положение. Не знаю, чем что закончится, но вот пока такие новости. И вот мимо проходило, аж страшно стало. Сейчас у меня какая-то реакция на каждую вот сирену машины. Ужасная ситуация, наверное, на время, что пришла в себя. В общем, вот такая ситуация у нас в Мерсине. Такая вот у нас погода. Сейчас покажу, что купили. Вроде бы у нас все так много есть. Запасов и крупы есть, и все. Ну, не знаю, одна маска мы нашли. Никак не купили маску. Но если что, я сделаю. У меня марля есть, вата есть. Я, как медсестра, знаю, как делать маски. Ну, сейчас постоянно руки моем. Ну, я, в принципе, дома сидела. Аж кема заставляю, контролирую. Не знаю, так переживаю за своих детей. В Грузии. Маму, сына, внуков. Очень переживаю за них. Мой зять уехал в Турцию месяц назад. И сейчас, естественно, к маме своей уехал. Не может выехать, потому что границы закрыли. Вот сегодня по новостям мы слышали, что 18 случаев больных. Смерти нет больных. Но вроде бы все они под контролем находятся. Каждый день увеличивается. Не говорят, где они, что они, чтобы не было паники среди населения. А в Грузии много, да, в Грузии много заболевших. Тоже не говорят, где, но моя дочка тоже сейчас, понедельник, сегодня потом созвонюсь. Ей вроде бы собрание скажут, наверное, закроют ее работу, будет сидеть дома. Господи, помоги всем. Ну, все будет хорошо. Не паникуйте, не бойтесь. Главное, соблюдайте все меры безопасности. И будьте осторожны, когда вы ходите на улицу. Вообще нежелательно выходить, ни с кем не общаться. И пейте витамины, соки, гримфрукты. Ешьте, не ешьте, а глотайте чеснок. Чеснок, как надо глотать. Дольку чеснока порезать мелкими частями на ложечку чайную и запивать водой. Вот так вот. Будем оберегать себя. Дай Бог, с Божьей помощью, будет скоро жарко, этот вирус погибнет. Черт, давай матери. Извините за такое слово. Но действительно, он изменил все планы людей абсолютно. Так, что мы сегодня купили на базаре. Взяли морковь. Что это такое? Редиска. Мору взяли. Прасы взяли. Шевели с панатов. Посмотрите, килограмм я буду делать. Решили перейти на овощи, мясо наелись уже. Ну, это зелень. И рока, и терри, и петрушка. Взяли 3 килогрегуса. Взяли много этих фашинг-порт. Семечки будем лучше взяли. Маслины. Сыр для качапуни. И вот такой вот взяли сыр. Так, еще вам покажу. Сейчас взяли много картошки, много яблок. Сумак взяли. И вот зеленую чечевицу. Сейчас суп сделаю. И взяли много лука. И вот на все это мы потратили 100 лир, сказала Шкам. А, еще мы взяли вот такие вот помидорчики. Вот такие маленькие и сладенькие. Взяли по 5-3 килограмм. Люблю их. А это взяли по 4 килограмма. Ну вот на все, про все потратили 100 лир, мои хорошие. Сегодня на ужин я приготовила нам суп из зеленой чечевицы. Рецепт смотрите в моем прелесте. Очень легкий приготовление. Очень легкий. Сделала такой салат зимний. Картошка, лук, оливковое масло и петрушка. Пожарила цветную капусту в кляре. Вот такая у нас сегодня закусочка. Без салатика. Все свеженькие овощи. Ну и, конечно, зеленый перчик. Ну что, пошли мы кушать. Приятного аппетита. Надеюсь, вам понравилось видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Поставить лайки. Написать комментарии. И нажать на колокольчик, который находится рядом. Внизу под видео. И вам будет нетрудно. И мне сделайте приятное. С вами была Светлана Ата. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok